МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Чингис Тихонов. Продолжается голосование за населенные пункты, в которых в 2024 году появится подвижная радиотелефонная связь в рамках проекта «Устранение цифрового неравенства». Проголосовать можно двумя способами. На едином портале госуслуг и письмо в Минцифры России по адресу, который указан на ваших экранах. В письме следует указать имя, адрес регистрации и населенный пункт, за который голосуете. Письмо может подписать сразу несколько человек, будет учтен голос каждого. Принять участие могут только граждане России в возрасте от 18 лет. Для голосования за населенные пункты Калмыкии у вас должна быть постоянная регистрация в регионе. Оно продлится до 10 сентября. В Калмыкии по требованию прокуратуры погашена задолженность по муниципальному контракту на сумму свыше 2 млн. рублей. Проверка установлена, что образовательными учреждениями города Элисты в СОО «Алтана» заключены 19 муниципальных контрактов на поставку продуктов питания. При этом срок обязательства заказчикам в полном объеме не исполнены. Своевременно расчет не произведен. Сумма задолженности составила 2 млн. 300 тыс. рублей. Прокуратура Республики председателя регионального правительства внесла представление, которое рассмотрено и удовлетворено. По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования задолженность перед хозяйствующим субъектом погашена в полном объеме. Элистинские огнеборцы ликвидировали возгорание камыша. 4 сентября в 13.06 на центральный пункт пожарной связи поступило сообщение о возгорании сухой растительности в Балке в районе 6 микрорайона Элисты. По прибытии пожарных подразделений в Балке наблюдалось сгорение сухой растительности, камыша и мусора на площади 300 квадратных метров. Распространению огня способствовал западный ветер. Огнеборцы незамедлительно приступили к ликвидации пожара. На месте был развернут оперативный штаб пожаротушения. Установлено взаимодействие с администрацией листы по подвозу воды. Благодаря слаженным оперативным действиям пожарных расчетов возгорание удалось ликвидировать в кратчайшие сроки. Всего в ликвидации пожара участвовали 36 человек личного состава МЧС Калмыкии. Задействовано 6 пожарных автоцистерн и 1 трал-водовоз. Главное управление МЧС России по Калмыкии напоминает, во время действия пожароопасного периода категорически запрещается разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожневных и порубочных остатков сухой травы, листвы и камыша. Сто лет исполнилось со дня рождения героя социалистического труда заслуженного учителя Калмыцкой АССР Надежды Георгиевны Сергеенко. Она проработала в третьей школе с момента ее основания и до 1976 года. Отдавала много сил и энергии делу воспитания подрастающего поколения, созданию сплоченного творчески работающего коллектива педагогов. Школа под таким четким руководством стала одной из передовых учебных заведений города. В честь Надежды Георгиевны в школе прошла линейка, посвященная ее деятельности и тематические классные часы. Преподаватели школы креативных индустрий провели выездные мастер-классы для школьников из Антрацитовского района Луганской Народной Республики в детском оздоровительном лагере «Лесная сказка». Ребята не только узнали о творческом пространстве, но и успели закрепить полученный теоретический материал практическими занятиями по направлениям анимации 3D-графика, фото-видеопроизводства, звукоежиссура и электронная музыка. Также представители школы креативных индустрий сообщили о разработке онлайн-уроков для заинтересованных ребят в изучении направлений студии. Батарджи Киев избран главой Молдербетовского РМО. Такое решение приняли и большинством голосов депутаты района в ходе сессии. В работе заседания также принял участие временно исполняющий обязанности руководитель администрации главы Калмыкии Кирилл Попов. Он отметил, что муниципалитеты – первая ступень системы государственной власти. И здесь важно слушать и слышать людей, нужно уметь искать ресурсы и стратегически использовать возможности. Сам же избранный глава района поблагодарил земляков и руководство республики за оказанное доверие и сказал, «Построю сделать все, что наметил, что наказывали и говорят на встречах наши жители, чтобы наш районство развивался, становился еще более привлекательным и комфортным для жизни, чтобы люди возвращались жить и работать домой». Ведь именно люди – наша ценность и основа всего. Напомню, Джекеев был назначен на должность главы района с приставкой в Рио в феврале этого года. Ранее он занимался фермерским хозяйством, окончил Коломгу и Московскую академию экономики и права с 2006 по 2018 годы, был председателем СПК, также имеет обширный юридический стаж. Одну из самых злободневных тем – проблему Коломского пруда – обсудили в администрации города. Водоем, который мог бы стать достойным местом для отдыха, горожан на данный момент не пригоден для купания и в целом не может претендовать на звание зоны отдыха. Сейчас проходит ряд подготовительных мероприятий по облагораживанию пруда. Одно из них – конкурс дизайн-проектов. Принять участие могут все желающие. Эти заявки принимаются до 30 октября. До конца года мы хотим видеть дизайн-проект. После этого, уже в следующем году, будем работать по организации конкурсных процедур по подготовке уже ПСД – проекта смертной документации. По опыту могу сказать, что данное мероприятие займет до полугода где-то. Может быть, чуть меньше. Примерно так. И уже имея на руках заявку, дальше уже будем ориентироваться по тем возможным вариантам участия в различных конкурсах. Управление Федеральной налоговой службы по Калмыкии приглашает на бесплатный семинар для налогоплательщиков на тему «Единый налоговый счет, порядок уплаты налогов, порядок предоставления и заполнения уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, сборов страховых взносов». Семинар пройдет 6 сентября в 10 часов в аквамзале управления ФНС России по Калмыкии по адресу город Элиста, улица Губревича, дом 4, седьмой этаж. В ходе семинара спикеры обсудят концепцию и преимущества единого налогового счета, подробно разберут ошибки при заполнении уведомлений об исчисленных суммах, а также ответят на вопросы. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. В Троицком хуруле прошел молебен просветления под руководством учителя с участием монахов из Индии и Непала. Молебен дарует редкую возможность обрести великие достижения в жизни, увеличивает накопление добродетели, а также устраняет все возможные болезни и препятствия. Также священнослужители совершили обряд подношения огню, в котором люди могли преподнести богам пищу и получить очищение и удачу на текущий год. Сегодняшнее мероприятие, с которого мы начали ранним-ранним утром, это ритуал подношения огненной пуджаса. Это именно ритуал очищения, когда посредством подношения, через огонь устраняются разнообразные препятствия. То есть, если у вас есть какие-то препятствия, помехи на пути, то как раз-то именно вот этот ритуал, он способствует их устранению. Во время этого ритуала в Санг мы делаем подношения именно гневным защитникам, поскольку считается, что когда мы их призываем, мы делаем им подношения. В ответ на наши подношения они как раз-то даруют благословение, устраняющие препятствия. Выпуски новостей, а также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом вещании канала ОТР на 21-й кнопке в IPTV и зеленые точки Ростелекома, на сайте kalmtv.ru, а также на официальных аккаунтах во Вконтакте и Телеграма. На этом мне все. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова